А сейчас о новой мере поддержки семьям с детьми. Россияны могут разрешить обналичивать мат-капитал. Речь идет о тех семьях, которые уже реализовали часть средств, например, на улучшение жилья или вложили деньги в другие направления. Депутаты Государственной Думы предложат разрешить выдавать до 5% материнского капитала из его остатков наличными, причем независимо от доходов семьи. Наш корреспондент выяснил, как тверские родители распоряжаются материнским капиталом и на какие выплаты наличными могут рассчитывать. Средства материнского капитала можно реализовать по ряду направлений. Например, улучшение жилищных условий, образование детей, накопительная пенсия мамы, а также адаптация, интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако, по данным Российского пенсионного фонда, большинство родителей предпочитает направить эти средства на улучшение жилищных условий. Так, в 2021 году новыми квадратными метрами завелась 741 тысяча российских семей. К примеру, большинство россиян, скорее всего, последует и тверская семья Селезневых. Там подрастают двойняшки Миша и Егорка. Материнский капитал пока ждет своего часа, рассказывает мама Оксана. Вариантов много. Для каждого по-разному. И для ремонта подошел бы, чтобы в квартире сделать ремонт. Кому-то побольше жилье. И на учебу малыша, я думаю, тоже хорошо в дальнейшем. Тверичанка Надежда рассказала, что благодаря материнскому капиталу у семьи появилась своя квартира. Помогает многим молодым семьям квартиры обзавестись, так сказать. Кому-то кто-то на учебу откладывает детям. В Тверской области, как и в стране в целом, родители предпочитают вложить материнский капитал на приобретение просторного жилья. За счет средств МатКапитал жилищные условия улучшили за все время 63 тысячи тверских семей. Девять женщин направили средства на формирование пенсий. И девять тысяч решили вложить их в образование ЧАД. Программе материнский семейный капитал в этом году исполняется 15 лет. За все время действия программы в Тверской области более 100 тысяч семей уже получили сертификат на материнский семейный капитал. В этом году это 662 семьи. С 2020 года процедура по получению сертификата еще больше упростила жизнь родителей. Он оформляется автоматически. На портале госуслуг и в личном кабинете на сайте пенсионного фонда подается заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Вот только деньги на руки родителям не выдаются, а отправляются сразу по назначению. Направляются средства по заявлению застройщику или продавцу или образовательному учреждению. Единственное, когда можно получить деньгами на карту, это ежемесячные выплаты из средств материнского капитала тем семьям, у которых родился второй ребенок, начиная с 2018 года. И с семьи должен быть невысокий доход. Еще 316,5 тысяч родителей решили направить средства на получение ежемесячных выплат на второго ребенка. Пока на них могут претендовать семьи, чей бюджет не превышает двух прожиточных минимумов на одного члена. Сумма равна величине детского прожиточного минимума в регионе. В Тверской области в этом году она составляет 12 369 рублей. В Нижней палате парламента весеннюю сессию народные избранники вынесут на рассмотрение проект, который разрешит выплаты до 5% от материнского капитала семьям, независимо от их дохода. Семьи, которые нуждаются в этих выплатах, сейчас могут их оформить через портал госуслуг, МФЦ или пенсионный фонд. Напомню, что в 2022 году на первого ребенка положено выплата в 524 500 рублей, на второго – 693 100 рублей. Субтитры создавал DimaTorzok